ну что всем привет ребята все они решили мы небольшим небольшой эксперимент сделать с березовым соком немножко добыть его кленовый немножко это пропал надо раньше было им заниматься вот мы решили немножко сделать березовый сок вот так что такое небольшое приспособление у нас померяем сейчас вот и будем делать вот сок потек смотреть березы сейчас собственном соку отличная вот и у нас трубка бутылка пятилитровая вот как видите сок потек трубу где-то 7 миллиметров вот и сверло тоже так что обязательно подбирайте по размеру смотрите клещи у нас появились но недавно уже редко встречается но есть сволочь сдохну ты привязываем и если что то можно поставить камушек быть чтобы это бутылка держалась ну как привязываем из того чтобы она ветром не сдуло и как бы животные ходят разные собаки там кошки барсуки гиены там подобные звери нашей рязанской области чупакабры то не знаю кого еще здесь люди встречали конечно это не очень гуманно но вот сок березы полезен вот его пьют просто как минеральную добавку некоторые его консервирует там не знаю там и самогон гонит и шампанское квас ну любые напитки из него делают опять же пьют в чистом виде это очень полезная штука вот так что если у вас в организме нехватка витаминов там или просто вы хотите добавить себе молодости и очистить организм это очень полезно примерно придем через сутки я надеюсь что все останется на месте там никакой этот местный пьяница не выпьет его и не схмелеет вот будем следить у нас скрытая камера тут останется вот так что через сутки придем и посмотрим вот с вами был димас и антон оператор как всегда у нас дождик небольшой пошел но достаточно хорошей погоды теплая вот увидимся через сутки все давайте пока пока привет вот прошли сутки мы добрались на наши березовой рощи около школы недалеко вот сзади стоит наш достопримечательность наш церковь храм даже можно сказать тоже пятикупольный никому на хрен не нужен конечно не кириллу никому еще там подобно стоит и все и радует глаз только нам уже какое количество времени вот но как игру прошли сутки и мы пришли забирать нас наш сок березовый сколько там получилось сейчас узнаю получилось не так много как мы планировали потому что погода такая прям ну не скажем что теплое невесение ветер сильный ну плюс 5 максимум поднимается из-за этого сок вообще не течет он тут вообще по капельке вытекает еле-еле вот даже муравьем на пицце мало бой ну ничего очень вкусный вот так что ничего страшного подготовились у нас есть еще несколько таких же сокосборок вот это количество сок который мы запланировали литра 4 нам хватит достаточно вот у нас имеется а будем мы делать квас решили попробовать что из этого получится двух видов там а так хорошо его можно спокойно так пить даже ну не заморачиваться можем вот наглядно я могу вам показать очень вкусный и вообще почти не сладкий чувствуется такой вот что это не вода но очень вкусный прям вот честно вкус березы не чувствуешь и при этом но обычный кто пил знает что у этого вкуса ничего такого нету ну куча минералов как говорят вот вытаскиваем наш катетерный шланг и вот видите вообще сейчас вот время уже к вечеру его вообще не течет уже может быть действительно уже эта береза все отдала она уже на ней видны листочки видимо уже заканчивается сок отделение вот ну как бы можем перейти там другой березе сделать то же самое ну вот вар садовый наш мы сейчас замажем нашу дырочку чтобы никто потом не хейтерил нас вот все мы замазали нашим варом вот ну старайтесь так всегда делать если есть вар у вас можно просто не знаю там есть за детстве мы палочки вставляли просто по диаметру ну хотя бы какое-то это там закрытие ранкового дерева ну все тогда вот показали вам что у нас мы набрали за сутки ну то есть не не знаю пятилитровая но 2 литра здесь точно есть принципе на один раз нашего класса на один вид нам хватит но там у нас еще много набралось литра 4 так что мы успешно сделаем все идем на место где будем готовить наш квас так что увидимся ну вот ребята еще раз всем привет мы добрались до нашего укромного места где мы будем сегодня делать квас из березового сока на основе березового сока точнее вот использованием изюма яблок сушеных и меда вот все домашнее кроме изюма но мед тоже почти домашний с нашей местности тут недалеко с области у знакомых покупали вот так что здесь ветра нет тишина за окном вообще там сносит все и всех все что можно вот еле добрались сюда пока тут набрали слили этот березовый сок вот все установили и вот готов к съемкам так что приступаем к нашим действиям смотрите и удивляйтесь ну вот наши заготовочки всеми будем готовить как говорил ранее два вида у нас получится кваса вот будем делать пластмассовых ведрах я не знаю сколько они литров где-то точно 3 литра в нем есть вот вот яблоки мы сушеные домашние белый налив грушевка нету два вида мы помыли три раза как учила бабушка только я молитву не читал вот внутри раз промыл ключевой водой все как полагается здесь изюм тоже два вида я не знаю тут он такой замачивать у не надо потому что он такой нормальный раз для брожения вот какой-то потемнее посветлее золотой какой-то тамские пальчики может быть без монятия не решили не замачивать его потому что он и так нормальный не сухой вот и мед вот мед рязанский скорее всего разнотравия честно не знаю но не ли по точно но разнотравия на такой достаточно такой съедобный мед вот так что добавляем яблоки просохли они все впитали где-то по 15 изюма такого и где-то тоже до 15-20 может даже побольше вот кидаем в наши наши яблоки и столько же примерно будем с медом использовать вот такую горсть хороший и мед мед немножко от погоды не засохрился застыл вот придется его долго размешивать ничего страшного надо было предварительно конечно растопить его ну и мы чуть не догадались вот так что вот что у нас получилось здесь мед изюм здесь у нас получилось изюм и сушеные яблоки но двух видах мне кажется белый налив и игрушев скорее всего яблоки домашние наверное прошлого сезона вот и добавляем пополам наш березовый сок смело вот ну получается тут наверно по два с половиной литра все у нас готово вот мы сейчас возьмем и будем перемешивать как бы здесь все хорошо с яблоками вот самый вот с медом достаточно холодные ну как бы он со временем его можно помешивать будет там течение дня он сейчас в комнатной температуре кстати забыл сказать что это вот все хранится все при комнатной температуре получается градусов там тире 20-25 вот но обязательно чем-то накрыть темным чтобы не поступал свет и крышки вот мы будем сейчас закрывать крышки плотно не накрывать ну можно как бы даже что-то типа марли сверху сделать чтобы был ну доступ воздуха и чтобы как бы ну если вы очень сильно на накроете чем закрою закрутите просто все у вас бабахнет со временем там ну не на первый день но на второй то точно скорее всего будет у вас среди ночи бабах вот когда вы этого не ожидаете и видите какой прекрасный сон вот вот таком случае никогда вот так до конца не закрываете потому что скапливаться будет воздух и она у вас такая крышка на вакуум на навряд ли бабахнет но может при открытии бабахнуть вот а так вот можно просто два щелчка она у вас дышит как бы все происходит можно просто вот так накрыть ну вот так как бы мы оставим и все отнесем в комнату поставим накроем темной тканью достаточно такой теплый чтобы они как бы сами создавали вырабатывали тепло и держали даже будет еще теплее при этом вот и все это будет настаиваться где-то примерно то трое суток ну где-то в районе чуть больше чуть меньше мы не смотреть за всем этим правда наблюдать за этим процессом вот и как вот видите мед уже отдал тоже цвет свой дал яблоки еще не дали такой цвет мы уже процесс пошел вот это такой наш новый эксперимент что получится ну на ваших глазах все мы сами увидим и вы тоже увидите вот так что встретимся с вами через трое суток примерно то же самое время в том же месте потому что на улице снимать такую погоду не очень удобно здесь более комфортно в помещении вот как бы погоду прогнала нас ну как бы чтобы улучшить качество съемки там и нам быть более комфортным мы сейчас снимаем такие видео чтобы они были ну как бы комфортные нам и и вам для просмотра так что предварительное пока увидимся через трое суток всем добра всем привет всем добрый вечера вот у нас прошло трое суток как мы запланировали мы делали квас поставили его и думали вообще что получится у нас ну на самом деле как бы получилось достаточно неплохо немножко сначала первый день кит переживанием были потому что не было ничего не происходило в принципе вот на второй день уже началась реакция и как бы дело пошло мы поставили это все ближе батареи на солнце в такой прям супер теплую комнату температуру и сегодня начался 3 на 3 сутки началось отличное брожение вот как бы изюм и особенно яблоки пошли прям вообще как будто они никогда не бродили и вот супер супер начали подходить прям все все покрывалась пузырями приходилось чуть прикрывать наши крышки вот и как бы ну я не ожидал если честно такого подхода к делу вот для меня это было неожиданностью потому что до этого несколько раз все делал такие дела там квас ли что-то вино вот и как бы интересно достаточно он бродит он не остановился бродить он может еще больше его можно еще мне кажется держать и четыре и пять и шесть суток как бы это мне кажется нисколько может быть и не навредит ну чуть-чуть вкус изменит его вот но я думаю лучше после трех суток когда вот начал бродить как бы сутки по бродил вот лучше этот квас и вот разлить по бутылкам очистить от как сказать содержимого от изюма от яблок вот и чтобы он был как бы чистом виде чтобы он как бы менее бродил уже как бы достаивался у нас он до сих пор бродит и мы будем его таким пробовать так что изюм весь плыл как видите да есть пузырики небольшие запах присутствует жалко камера не передает но запах присутствует именно брожение смотрите какие яблочки чувствуете слышите я поднесу микрофон мне кажется слышите как они шумят яблочки обязательно надо как-то будет сидеть через возможно какую-нибудь марлю или еще что-то новое если вы не брезгуете можно и так потому что они разбрелись вот и размякли и как бы чтобы избежать лишних лишнего осадка лучше процедить через модлю 0 есть какой дуршлаг мелкий можно через него вот попадает смотрите на попадает здесь яблочки вкрапления видны и все это все таки стоит этот квас процедить так что пробуем вот мы сейчас оператором попробуем как у нас на вкус наш квасок это но я напомню яблоко изюм хороший такой он не сладкий он чуть кислит от яблок ну присутствует от кислинка потому что мы не добавляет сахар суда вот теперь попробуем мед изюм пожалуйста спасибо кого сок да этот этот более приятно такой приятный на вкус он более такой женский более сладкий вот корцом даже больше больше запородил чем с яблоко неожиданно хотя яблоко очень хорошо пенится но на языке чувствуется возможно мед интересно ну вот и больше здесь пузыриков чувствуется в этом классе чем с яблоком хотя он очень сильно пенится с медом вообще великолепный вкус я думаю оператор со мной согласится что с медом нам вкуснее да он соглашается со мной я был уверен в этом вот мы что сделаем мы используем специальные бутылочки такие интересные с хорошей герметичной пробкой она закрывается и как бы прижимает и не пускает воздух вот красивая бутылочка красивый цвет закрывается плотно очень красивый цвет обратить внимание да что что здесь такой вот лимонный и здесь такой более вот темный естественно яблочный мы же яблоки использовали да то мы сделали для вас сегодня но это достаточно много времени прошло прекрасный квас на березовом соке с медом с изюмом и сухофруктами были использованы яблоки домашние так что ребята старайтесь делайте но не ленитесь это не ваших интересах пить натуральные продукты здесь никаких консервантов нет ничего не добавляли все натуральные все с земли все для души так что всем приятного вас просмотра приятного аппетита вот с вами был димас оператор антон ваше здоровье увидимся